Приветствую вас! И если есть четкая цель и четкий временный период, после которого вы осознаете, что ваша жизнь может измениться, то есть вы не будете финансово зависеть от молодого человека, то вот до этого периода вам необходимо просто-напросто дожить. То есть установить для тебя, что вот сейчас это временное неудобство, которое пройдут, как только вы, значит, достигнете определенного рубежа, как только вы достигнете определенного момента. И все. И к молодому человеку он может относиться так, как он себя ведет. А ведет он себя, как неуверенный в себе мужчина, который ни во что вас не ставит. И женщина, если она не может ничего сделать с этим, если она не может никак избавиться от такого мужчины, не может ничего ему доказать. Выбирает лишь один только путь. Это путь безразличный. Мужчина унищает вас, чтобы за ваш счет ему утвердиться, потому что как раз таки предыдущая жена его унизила, а он пытается унизить вас. Тем самым компенсируя то, что принесла ему его бывший супруг. Соответственно, такого мужчину нельзя вот принимать серьез, у него комплекс, у него внутренняя полноценность, у него определенные противоречия. И мужчина, безусловно, не осознает того, что он делает. Он думает, что он верит в то, что делает, он верит в то, что говорит. Но это не означает, что произносимые им слова являются действительно таковыми. Это не означает, что произносимые им слова являются правдивыми, искренними и так далее. Соответственно, вам нужно понять, что это несчастный человек, начать его жалеть, несмотря ни на что. Потому что, несмотря на то, что изменение своего отношения к нему на отношения свысока. То есть, пока вы позиционируете его как равного себе, он будет вас задевать. Если вы поймете причину, по которой он так себя ведет, увидите причину следствия неизвестными между его обстоятельствами в жизни и тем, как он себя позиционирует, то вы достаточно легко сможете перестатывать, принимать его в слезы. Потому что вам будет очевидно, что мужчина ведет себя так, как диктует ему обстоятельства, а не так, как может вести себя полноценная личность. И вот этот факт поможет вам перестать воспринимать мужчину всерьез. и просто-напросто терпеть его, точнее не замечать его, пропускать от него уши все, что он говорит вам, до тех пор, пока вы не станете от него финансово независимым. А тогда, когда станете от него финансово независимым, главное это удерживать, удерживать в своем сознании, помнить об этом всегда, стремиться к этому всегда, когда эта двенадцатая независимость у вас будет, когда она у вас начнется, вы, собственно говоря, перестанете это затерпеть и оставите его одного. И тогда уже мужчина будет умолять вас к нему вернуться, потому что сейчас он не представляет себе, что может вас потерять. Но в действительности это именно так и будет. На этом, пожалуй, все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в туличку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.